В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Похоже, к нам возвращается лето. Расскажем о погоде. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 25-27 градусов тепла. В подробности у Али Баташева. Сегодня пошел, у нас на почте оплачивают коммуналку. Пошел оплачивать, мне вручили налог оплатить. Пришел с Волгограда. До конца октября почти 500 тысяч налоговых уведомлений будут направлены жителям республики по почте с заказным письмом, размещены в личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах. В документе указана сумма транспортного земельного налога, налога на имущество физических лиц за 22-й год. Мухаммед Кишмахов пришел в операционный зал налоговой службы для получения консультации специалиста по важным для него вопросам. Я не помню, то ли по этим штрих-кодам оплачивают налог на землю, то ли налог на квартиру, на имущество. Или по этому. Или пускай тут помогут оплатить. На день открытых дверей ждем всех, поможем, разъясним. С какими вопросами чаще всего обращаются? Применена ли льгота, объекты налогоблажения бывает у налогоплательщиков, нету объекта, а уведомление появляется. Мы делаем запросы в регистрирующие органы, ну и исправляем, если есть появленные ошибки. По желанию гражданина налоговое уведомление можно получить дополнительно, обратившись с заявлением в любой налоговый орган или МФЦ, представляющий данную услугу. А если в нем содержится некорректная информация об имуществе или владельце? Что делать, если в документе не отражены действующие льготы? Для ответов на эти другие вопросы налоговой службы республики организованы дни открытых дверей. Налогоплательщики, напомню, что должны уплатить налог до 1 декабря текущего года по начислениям за 2022 год. В случае неуплаты со 2 декабря начнутся уже исчисляться пения по 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки данных налогов. Наше мероприятие проводится не только в Черкесске, но и по всем обособленным подразделениям республики для всех налогоплательщиков с 9 до 20.00. Следующий день открытых дверей пройдет 16 ноября во всех обособленных подразделениях управления налоговой службы республики. Это в Черкесске, Усть-Джигуте, Карачаевске, Учки-Кене, Зеленчукской, Преградной, Адыге-Хабле и Хабезе. Если налогоплательщики не смогут лично участвовать в мероприятии, они могут получить ответы на интересующие вопросы дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы, говорят в ведомстве. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодня Международный день школьных библиотек. Важно помнить, что школа играет не последнюю роль в приобщении детей к книге. Причем школьная библиотека – это не только хранилище учебников. Сегодня она становится центром внеурочной и проектной деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства, где есть удобный и современный доступ к знаниям, к традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной и научной литературы. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok